Раскройте тему, это ближе к Попроблемы стволов, штамбов, корневых шеек, подопревание стволов, морозобоин, коммерческие течения, высоты плевых Очень много деревьев, гибнет всех видов, именно внизу от корня и до метра Ребята, нормального мужика нарвался Это он, наверное, видит сам От корня до метра высоты Он видит Пока большинство Специалистов не видит, не слышит И, к сожалению, этого не понимает А человек увидел То есть, увидел, листья сохнут, листья чернеют Листья опадают последнее лето Вот, ветки сохнут, на них появляются грибы Караул, гриб напал Вот, и началось И мало того, что дерево уже гибнет Гибнет от корня и до метра Еще раз говорю, умнейший мужик Но вопрос задает мне, значит, тоже за дурака не считает От корня до метра Там причина всех бед А гриб совершенно не причинает Абсолютно честная работяга Даже черный рак Честнейший работяга И делает свою работу Вот И я столкнулся, знаете, с тем Вот то, что я рассказывал выше Про межвидовые Эти самые Селекции Межвидовые Прививки Межвидовые Эти самые Сближения Это одно И вот второй такой же Но это более близкий Всем нужно вот это знать Единственное, что меня смутило Это огромная проблема Он все сразу в одну кучу Словок, штампов, корневышейк Подоплевание Мородобой Камитотечения Усыплю Ну, представляете Как на этот вопрос отвечать Вначале Мы берем Вот отсюда Видите, я это Берем и представляем себе Дерево на новом месте Почву всю перекопают Почва мертва Про это проходили Дерево посадили Без всякой Не отрезая Хотя бы половину штампа Ну, корни 100% Вежвидович Даже в горшке Я считаю, что Переезд на новое место А как правило С юга на север Про это Люди не знают И никто про это не говорит Вот И опять получается Что? Не выкармливать Ну, не выкармливать Понимаете? Вторая причина Раз не отрезали Верхнюю половину кроны Чтоб хоть пол кроны Было выкармить Вот этот момент Саженец с юга на север Значит, мороз его Быть будет И этот момент Вот Дальше Большинство Быть Практически никто Ни в одной книге Нигде не написано Что яблони, груши Антиподы Они разошлись Когда-то На тысячи километров Сухие места Груша Просто Выделилось Вот Вот Тут-то Да Дарвину Слава Дарвину Слава Дарвину Слава Вот тут Так и получилось Яблони, груши Общий вид Я подозреваю Что это самое Айва Близко к этому Общему виду Мне это кажется Вот Но это кажется Потому что Это надо Браться за Кистохимов А я без Ирина Санна В этом деле Нет Не потяну А Это отдельный вопрос Я просто Видишь Про нашу Спиратскую Которая То ли по недоразумению Среди нас Потому что Удивительное дело Да Чего она тут делает Неужели Это самое Правда Мы чего-то стоим Ну Дальше Продолжая Эту тему Итак Разошлись так Что те Что шли Там Пытались выжить Где По суше Они отвыкли от влаги Но они нашли Ее глубоко Но не выдерживают Эту влагу И вот То самое От корня И до метра Вот это Для груши Беда страшная Она не выносит Сырости От корня А я вам показывал Мы это проходили Яблони выдержал А абрикос Слива опять родни Опять можно Привить друг на друга Вы видели Даже это У них даже любовь была Раз получился Этот гибрид Абрикосов Со сливой Даже любовь То есть Там За счет опыления Опыление Это секс Это любовь И вот получается Что Абрикосы Там где По суше Опять Но корень Пошел туда Воду искать А где Вода близка Ему не надо Напрягаться Он стал Общий вид Когда-то Он стал сливой Заметьте Не то что Сама Просевется И вот это Вот Получилось Так что Еще Абрикосы Абрикосами Вообще Бэта Считается Делать Нечего Этим Абрикосам Ну Они же У меня Все Гибридные Это там Тыка Он говорит Хоть один Ну хоть Не один Один Но я считаю Сотни Если Удастся Довести До Плоотношения 10-20 Это гигантский Успех Будет Именно Для Питера Где он Живет Вот Поняли Да А большинство Будет Вот это Вот Иметь Вот это Вот Все Но Еще не все Сказал Про Мороз Сказал Про Эту Самую Возможность Выжить Или не Выжить За счет Своих Генетических Особенностей Сказал Чисто Механически Не отрежьте Половину Кроны Не выкормит Корни Корни Не выкормят Эту самую Крону Верхушку И оттуда Начинается Гибель Хотя Виноват Низ То есть В данном Случа Видите От корня То есть В данном Случа От корня А добавим Сюда Еще Дебильнейшую Агротехнику Смертельную Помните Несколько Десятков Раз Они повторили Друг друга Это А на самом деле Видимо Сотни Публикаций Фраза Вбита В голову Миллионам Людей Абрикосы Ну Вспоминаем Абрикосы Нуждаются В ежегодной Обрезке Вот это Слово Нуждаются Они Не могут Без Это Они Обязательно Не будут Давать Плодов Они Вымрут Они Будут Болеть Мерзнуть Погибать Если Их Нет И не Скалечить Вот Это Дичай Шул А Это Таких Авторов Из Сотни 99 А сотый Вот он Перед вами Сидит Ну Идем Дальше Читаем Дальше Но Я пока Общим Сказал Я не могу Иначе Извините Но Хочется Иметь Неубиваемые Сильные Деревья Может Для этого Нужи Просто Скелет Образователи С дубовой Корой Древесины И Дальше Он пишет Кора Коре Рознь Также Древесина Ну Мы об этом Тоже Говорили Пример Из Груши Дички У которых Мощная Кора Ей Не страшны Морозобоины А у Сортовых Груш Часто Древесина Лопается И дерево Погибает Нет Вот тут Вы не Правы Знаете Почему Допустим Очень Важный Климат Бельгия Франция Начинаем Вспоминать Откуда Лесная Красавица Оттуда А Она Культурная А в то же Время Полукультурная Груша На основе Уссуевских Груш Спокойно Сопливают Хотя Вроде бы Родина Дальний Восток Там чаще Дожди Там Циклоны Там Не должны Были Вообще Жить Вот Но Получается Так Что Не Сортовые Или Груши Лечки Видите Вы Как бы Сравнили Противопоставили Груши Дички И Сортовые Вот В данном Случае Зависит Не от Этого Получается Метод Я уже Рассказывал Про Эти же Чертовы Абрикосы Слышали Произносил Слово Эти Жордели Пусть мелкие Но их едят Горстями Едят У меня Лучше Чем Королевские Люди Едят Гости Едят А с одной Сорной А с другой Сорной Действительно Ими Ничего Не делается Ну хотя бы Ими Заполнили Северо-запад Называется Питер Это центр Северо-западной России И вот Получается Что Брать Количество Так И Использовать Или не Использовать Вот эту Вот Фразу Высокая Прививка В скелетной Ветке И вот Он что Заметил Он Предлагает Это Но он Пишет Это идет С тем Что вы Говорите Что Прививка Должна Близкого Земли Коллега Я уже Вас Коллегой Называю Я Отвечаю Так Нет Идеальной Технологии Я Всегда Был Против Мы Когда Вы Видели Мы Прикалывались Я Люблю Всповедать Ирина Александровна Советовна Но Повезло Дураку Этому Чеку Которого Такая Умница Молодая Спутница Под Подсадовая Жизни Советовна Тогда Студентка Сейчас Аспирант И Мы С ней Тогда Еще По-моему Студенткой Была Она Два Года Аспирант А перед Этим Была Студентка Касса Диплома Само Собой Это Самое Стипендия Президента Само Собой Для Него Это Как Это Как Семечки Щелкать И Вот Получается Мы С ней Проводим И Сколько Как Сказать И Прикалываяся Проводим Мы Представили Что Мы Два Ученика По-моему Шестой Класс Мы С ней Сдавали Сдавали Гадали Гадали Потом Решили На пятерку Не вытянули Там Были Простые Вопросы Например Нужна ли Влада Батар Для Простителя Не нужна Вот Понимаете Я Прикалываюсь Почему Утерирую Почему Я Такой Шарж Придумал Да По одной Причине Что Нет Таких Чтобы Да Или Нет И Да И Нет Вот Чем Дело Да Вода Нужна Но Лишнее Поле И все Рано Смерть Как Тогда Можно Состоять Я бы Не взялся Если Только По страхам Расстрела И То У 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 Идеальные Вопросы ДАГ Почему Ну вот Давайте Смотреть Итак Вы Предлагаете Высокую Прививку Обратите Внимание Вот На Эту Фотографию Одна Моя Любимая Фотография Для Школьных Учебников Итак Это Абрикос Вот Этот Абрикос Был Уничтожен Он Просто Вот Если Приглядеться Вот Видите Вот Это На самом Деле Пень Дальше Он Не Идет Просто Я Умудрился Плохо Сфотографировать Надо Было Чуть Выше Фотоаппарат И Вы Увидели Когда Он Должна Была Умереть Должна Была Родиться Но Вы же Знаете Что Я Старонник Именно Низких Прививок То есть Если Были Это Культурное Дерево Было Мертво У меня Получился Идеальный Вариант Какого Плани Вот Эта Ветка И Эта Ветка Они 100% Выше Прививки Почему Я Приваю Землю Об Этому Знают Все Согласитесь Что Вот Эта Ветка И Вот Та Ветка Вы Леже Нише Прививки Так Низко Я Прививать Не Мог Прививки Я Никогда Не Закапываю Фотографию Видели Сотню Как Я Приваю Вот Эти Вот Две Ветки Подводят Эти Приводят А дальше Мне Очень сложно Найти Было Эту Фотографию Мы Стоим Возле Этого Дерева Годом Или Двумя Спустя С Ученым Доскобиловым Турсун Пулотом На тот Момент Заведующий Лабораторией Абаканский Суд Ограривает Проблем Солиднейший Человек Я Ему Вот Эти Вот Тычу Пальцем В Эти Ветки Верхняя И Нижняя На Всех Четырех Вот Такие Академики Вот Такие Вот И Сейчас Это Дерево Жило Как Случилось За счет Того Что Прививка У Самой Земли Раз Второе Допустим Эти Две Ветки Нижняя Подвойная Но На них Такие Висели Вот Тут Были Самые Раздоль Для Науки Но Я Ему Все Это Рассказал Но Извините Не Заходили В интерес Так Далеко Чтобы Взять Косточки Мосток Верхних Да Берись Сколько Хочешь Хоть Тысячу Урожай Был Большой У меня Фотография Есть Мы Стоим Возь Этого Дерева Вот Причем Точно Так Я Так Сфотографирую Чтобы У меня Было Ошибки И Вот Нижняя Подвойная А на них Точно Такие Абрикосы Эти Взять Привойная Вырастет Следующее Поколение Подвойная А ведь Это Химер Но Ведь У них Да А застойкость Выше Вы что Думаете Вот Это Дерево Зря Что Здесь Мертвое Это Это Привитое Дерево Оно Просто Погибло Я Ничего Не мог Сделать Это Академик Это Один Из Первых Моих Прививок Академика Оно Погибло Но Оно Погибло Не совсем За счет Ребята Нимание Низкой Прививки Мы Получили Восстановление Дерева А может Быть После этого Пару Зим Уже Не было Сорок Радусс И Все И Она То есть Пожива Но Что Наиболее Ценно Эти Ниже Прививки Это Манжурец Чем должна была Заниматься Наука Вы помните Вот это Казмина И его Межвидовые Прививки Отсылаются На Мичурина Вот Чем заниматься Надо было Я уже Сколько лет Об этом Талдычу Вот это Настоящая Наука Отсюда Эти тоже Надо Отсюда Тоже Надо взять Косточки Не пропадать Добро Но главное Вот эти Это Манжурец С уникальной Морозостойкостью Который уже Имеет Такие Плоды Вот мы Продлить им Рот И за счет Прививок И вот тут То и надо Садить И получать Сенцы Вот тут В данном Случае На первом Этапе Химера Номер 1 Химера Номер 2 Химера Номер 128 Ну сколько Костик найдется А потом Из этой Химеры Получить Уже Уже Не межвидовая Прививка Не межвидовая Гибрид Ну Тривидовая Но Абрикос Маджурский И вверху Что Академик Того самого Казмина Чью книгу Выбросили же Хорошо подобрал Молодой парень Умница Вот Именно Эта книга Именно его Вот этот Есть академик Вот он А что дальше Вот это Ребята Самая Главная Научная Работа Для кого Я говорю Мне очень Нужна Аудитория Студентов Вот Когда я Проводил Лекции В этим Сам Сергей Вызвал меня В этот Челябин С хитростью Мол Някому Больше Не приедут Если вы Не приедете На Железово Ехали со всей России Вот Та же как было В Москве На Железово Ехали с Чехии С этого Самого С Чуть не сказал Египта С этой Господи С Прималтики С Где там Евреи же Вот как Это Вот память Вы представляете Как я Это самое Ну вы поняли Где И вот Получается Что Направление Зададено Материалом Море Продаю Вот сейчас Тысячу или полторы Купят снова Это товарищ Это звонок Был случайно Для меня Я его не подговаривал Вот И Столько Впереди Интересного Но Все это Должно быть Связано С Прививками Все что Можно Извлечь Из Сельцев Все что Можно было Извечь С помощью Сельцевой Гибридизации С помощью Перекрестного Пыления Мы уже Давно Достигли У нас Давно Все Попереспилилось Я уже Видите Как говорю Как наметили Извините Применяю Свои термины Железные Все уже Перетрахалось В наше время Это Это не мат Самое главное Мне кажется Мне удалось До вас Донести Важность Вот Этого Вот Пусть Внутри Видовая Но На Двух Концах Лестницы Маджурец И Роскошней Шестограммовые Академики Показать Вам еще Эти фотографии Еще Может быть Несколько Человек Новичков Не видели Это Все Что Люди В шок Гоняют Но Неудобно Показывать Трешний раз Фух Я говорил Коротко По каждому Этому По каждому Этому Например А Скелета Образователи Я не договорил Скелета Образователю Это Крайний случай Прививка В земле А мне Предлагается Рассмотреть Высокую Прививку И я точно Так же Делаю Знаете Я открываю Тайны Я сегодня Для себя Для селекции Срезал У меня есть Уникальные вещи Вы про них Еще не слышали Даже Вот И я эти Веточки Срезал Они еще Не плодоносили Но они Живы И А у меня Нет земли Земли Мне никто Не даст Потому что Она Это Миллионы Рядом вокруг Ну не миллионы Рядом Сотни Тысячи Гектаров Зарастает Этим Самым Как Называется Зарастает Именно сосной Почва для абрикосов Идеальная Где растет сосна Там расти должны абрикосы Это Мое утверждение Чуть ли не Этот Не постулат И вот Получается Что Раз я не могу Расширяться Тогда мне Придется Все это Скелет Приват Значит Я вас Поддерживаю Второй вариант Он тоже Должен быть То есть Утверждать Как вы говорили Это якобы Я говорю Что привыка Должна быть Всегда Близкого земли Близкого земли Но не всегда По возможности Есть возможность Одно Двухлетний Трехлетний У земли А у меня Пятишестилетний Прекрасная Деревья Вместе С Савидич С аспиранткой Елена Александровна Привали Все Мы сейчас Все испортим Все Можно считать Что у тебя Не будет Этого самого Как называется Диссертации Мы на те же Королевские На те же Эти Мы Мы сейчас Как-то Приваем Даже Привать будем Эти Черные абрикосы Мы будем Привать на них Моя Вот Мы будем Привать Эти Черносливы Мы будем Привать Мы будем Держать Абрикосы И оказывается Держат Черносливы Спасибо Чернобаеву Я же не мог Все испытать А ему Чеграсный Абрикос Этот самый Венгерки Вот такие Получил Розовые Вот видите Как А это Разве Не вегетативный Гибрид То есть Он вегетативный Но Еще скажу Ребята Я не прославляю И не утверждаю До конца Ничего И так Пусть это В другом месте Я сейчас Только подумал Что мне об этом Надо обязательно Сказать Допустим Чернобаев Взял Бай Понятно Чей Допустим Он на него Привил Синее 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 Венгерки Привил Получил Розовые Венгерки Или черти что Но это Да Это вегетативный Гибрид Но он Чисто Внешний А теперь Мы возьмем С него Косточки А я их уже Разослал Мне ни одной Не осталось Это не моя Тема Почему Я же не могу За всех Работать За все Институты Вот Уже ни одной Косточки не осталось Все Разосланы Вот А человек Возьмет А это Вегетативный Гибрид Это Химера Но она Дала Результат Может завтра Погибнет У него Все это На прикосе Это Может Вот же видите Погибает же Деревья Вот видите Академик Отпилил Выше Мертвый Но Вопрос В том Что С косточки Вырастить И получить Розовый А будет Он розовый А я не знаю И люди В которых Он опять Получится Синий Могут Меня Втыкать Пальцем И говорить Вы же Мне розовый Послали Косточки Розовых И написано Розовый Почему У меня Синий Вот тут Только на втором Этапе Когда с косточки Получится Розовый А получится Или половина Или четверть Или один из Десяти Или один из Сотни Но даже Если один из Сотни Это уже Дичайший Успех Это доказательство Что вегетативная Георизация Существует Не на этом этапе Когда получили Розовый Потому что По двой розовый А в потомстве Вот это и есть Настоящее садоводство Вот это и есть Настоящая Селекция Вот она Ну а Про Вегетативную Не так Межвидовую Межвидовая То есть Это самое Помните Если Ежа скрестит Сужом По 8 Челометр Кровищей Проводки Это Это так Да Ну Поняли Я хоть Шутку Я говорил О самых Серьезных Вечах Они должны Были Войти Программу Вот это Все Кто-то Должен взять Вначале Слово Слово Это все Перевести В текст На втором Потом Взять Уже Не так А уже Программу Вот это Делаем Берем Тысячу Костик Таких Тысячу Костик Таких Тысячу Костик Таких А они У меня Есть Но у меня Уже Розовая Костик Зациклю Семна Вот это Вот Именно С розовыми Существует Десятки Других Возможностей Вариантов Это все Должно Быть В институтах Вот это Направление Только Через Прививки Только Через Вегетативную Гибридизацию Вегетативную Осенцевую Ну Че-то Будет Тоже интересно Тоже интересно Ходишь Вокруг дерева На папу Не похож На маму Не похож То ли Ветром надуло То ли Подвой Виноват По Мичурину Подвой Виноват А по мне Это самое Как оно Существует Самая Настоящая Телегония Существует И можно Даже гибрид Человек Солидарной Получить Но только С этим условием Когда человечество Спасать будем Но это будет Не с помощью Этого Так сказать Вульгарного Секса Или там Это Это все Можно сделать так Что Когда станет Проблема Выжить человечество Вот тогда Будет специальная Программа Обрасти шкурой Тот же принцип Что перед вами Чтоб человечество Обросло шкурами И выживало Если Да то пойдет Вот Конечно Кто-то сейчас Брезвиво Поможется Нашел себе Нашел пример Вот Но дело в том Что Моя фантазия Богатая Вот Но в ней Есть всегда Зерна истины Надо готовиться К худшему Как я готовлюсь К худшему Было у меня Одно ружье Теперь у меня Три Вот Могу выдержать Бой целой банды А придут ведь Если завтра Будет то что сейчас Творится в других В местах Планеты Придут ведь И это тоже Надо знать И зажигать костер С одной спички Научиться Жесть Десять Двадцать Сто коробков Научиться С одной спички Зажигать Вот И много Чего еще Надо И зайца Поймать С помощью Этого самого Брюшного Ремня И рыбу Поймать Чуть ли Голыми Руками Все Надо И детей Этого Главное Научить Вот так Вот Я заканчиваю Вот этот Раздел А может И нет Может И не Заканчиваем Так Мне нужно Пройти Горячего Чая Остыл Сейчас я Быстро 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 Дальше Пятолио Все Продолжение Все Продолжение О halls Продолжение следует... 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 Вот я выкопал. Это не просто вишня. У него нет центрального корня. Это тот самый корневой отводок. Имеет он право жить? Имеет. За счет чего? Это сибирская штаббовая вишня. Я этот штаб не делал. Она так и выросла. Она была связана пуповиной с мамой. Пуповину я обрубил. Центрального корня нет. Ей не положено. У нее по генетике нет. Это часть большого дерева. Ей большое дерево уходит вниз. Антифрис зарабатывает. А ее дети, это не дети, это и части. Это ее ноги. Нога, нога, метр, полтора нога, нога, нога. И она может пройти тысячи километров. Мы этого не видим. А она может. И такие случаи были, когда человека не было. И некому было брать в руки этот секатор. И получилось следующее. Мы решили ее сделать из нее саженцев. Мы копали. И вот так и садится. И я вам могу показать, набрать продажи саженцев на рынке, вдоль дорог, фото добавить. Вы увидите тысячи, тысячи фотографий, на которых десятки, сотни, тысяч вот таких саженцев с листьями. Что самое страшное. Я бы законодательно запретил продавать. Чуть листья и начали наклевываться. Сразу в этот мусор. Или дальше по железу. До сих пор в одиночку воюю. Вот. Видели? Вот теперь этот саженец будет жить 10, 20, 30 лет. Да, страшно. Да, искалечил. Но подровнял под корни. Теперь он будет развиваться одновременно, а не вот так дохнуть, 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 покрываться плесенью. Люди думают, что плесень виновата. Потом пойдут, купят фунгициды. Так хочется сказать слово фигациды. Так хочется фунгициды. А эти выпускницы-темирязевки скажут, когда она начнет посажена не в таком виде, а в таком виде. И когда листья почернеют, они скажут, вы знаете, так, штамп коротковат. Давайте еще вот эти этажим, вот эти ветки напрочь. Так, теперь густовато. Давайте теперь через одну проредим. А здесь делаем чашу, вырежем все это. Но потом, то есть не сразу уменьшается объем листьев, чтобы хватило, выкормилось такое количество. А потом, уже когда она загибается, и когда для нее вот все эти обрезки, чаши, осветление кроны уже как мертвого припарка. Вот это разница принципиальная. Или так садить, вот, на короткую жизнь и на болезни, на фунгициды, вот. Или вот так вот. И тот самый сад, который будет заложен из десятков тысяч вишневых саженцев, он никогда не даст то, что мог бы дать, потому что вот так ни с одним деревом не сделают. Вот, ну как, моя наука годится? Да, вы это знаете, я на этом зациклю. Вот, два крутейших садовода, оба печатали статьи, вот. Они не говорили, что Железов прав, не прав. Один просто садить, не трогая крону, два года. И второй тоже самое. А второй потом позвонил мне, он попросил мне из ученых, первый из ученых. А второй, такой же, как я, этот самый опытник, позвонил. Вот, видимо, он был в растерянности. Я каждый раз вот так говорю, и за моими словами какая-то есть уверенность. А он успел напечатать статью о том, что надо обязательно садить, не трогая крону, два года. Та же, как и тот. Кто-то в Иральском саде Пытина печатал, а этот где-то поближе сюда. Вот, а может и в Москве. И вот он немного растерян, и Валерий Константинович, я с вами совершенно не согласен. Нельзя крону трогать. Вот. А я-то на сотнях деревьев пробовал. Вот он привел бейственный пример. Знаете, какой? Валерий Константинович, отрезать. Вот так. Это значит, как бы человеку ударить обухом по голове. Не знаю, перешел он на это или не перешел. В конце концов, убедил ли я его или нет. Все-таки он, уже слово не воробей. Десятки тысяч людей уже знали. Благодаря его статье. Что надо вот так садить. Вот так мы до сих пор не пришли ни к чему. Для этого существует наука. Но, к сожалению, что вышло, то вышло. Наука в это дело не лезет. Представляете мне вот эту фотографию? Видите? Вот оно. Вот это дерево очень больно. Оно все покрыто уже. И я применяю слово короста. Плесень. Мне они более близкие, чем хили, шайники, грибы. Ну, такой простой я, товарищ Короста. Плесень. Вот. Вот это. Видно, что ветка уже отмерла. Видите? Второе дерево прислал мне товарищ фотографию. Такое же больное. Та же покрыта мхи, грибами и решайниками. Вот. Ну, может быть, тут мха не видно, но решайники налицо. А ниже там должны быть и мух. Посмотрим. И то же самое, к сожалению, это было. А вот это вот мне прислал... Я уже раз показал фотографию. Она очень, кстати, пригодилась, потому что я к ней подобрал другую. Добрый день. В этом году у многих проблемы. Кстати, вот эти вот фотографии, почему они в довольно юном возрасте такой вид имеют? Я еще раз говорю. Их садят не обрезав. Обрезка при посадке не практикуется. Все. Это уже короткий век. Ну, а потом или он... Видите, тут есть раны. Или он отрезал уже сухие ветки. Или сперва отрезал живые ветки. А потом дерево начало покрываться. То есть, кора сгнила. Проще говоря, сгнила. Попробуй угадай. Ну, прислал фотографию. Прислал. Вот этот товарищ прислал ее не ко мне. Это канал, который ведет Павел Троценко. Он тоже мой же канал. Но Троценко еще, так как там заводится много параллельных связей, то еще есть канал «К земле с любовью» такое сообщество. И там получилось, что... Ну, мне как авторитету присылают вот такие вот... Как их называть? Вот такие вот эти проблемы. В этом году у многих такие проблемы. Весна была холодная долго. Резкое потепление. Дерево пошло интенсивно в рост. В итоге кора не успевает разрастаться и трескается. То есть, виноваты резкое потепление. Весна была холодная. Ну, это он так считает. То, что отходит обрезать, обработать формойодом сверху, закрасить удачи. Варнию нужно использовать. Ну, что получается? Вот. А ниже... Реакция... Ну, как комментарий. Странно. Лопнула только покрашенная кора. У соседей все нормально. Значит, так совпало. Покраска не виновата. То есть, текст стоит на том, что он красил. Уже, заметьте, не побелка. Покраска. Это страшное слово, покраска. И она вроде ни при чем. А теперь представьте себе, для чего нужна кора. Вот. Я не могу. Это мне прислала Троценко для... Как называется? Для комментариев. Что я там накомментировал, я не помню. А сейчас я говорю живьем. Вот. И как я говорю? Значит, кора предназначена для терморегуляции. Извините, я такое слово. У-у-у, какой умный. Терморегуляция. На самом деле, она играет ту же роль, что у нас кора. Потеем, когда жарко. При этом отходит это самое... Когда сохнет влага на нашей коже. Не сохнет, а как? Когда она не сохнет. Выделяется как... Ну, получается, кожа освобождается от влаги с помощью охлаждения. То есть потение – это охлаждение. Кто что потеет, то охлаждается. Я уж проще сказать не могу. Понятно. И наоборот, когда холод, тогда поры сжимаются, и туда внутрь холод не попадает. И мне вдруг вот это вот... Покраска не виновата. Ответ автора. Попробуй ему докажи, что виновата. Ну, не дышит кора, не дышит. Она как мёртвая стала. А почему я не лопит, когда она мёртвая? На улице, допустим, солнце. Так. А раз солнце, оно должно было нагреться. Он же про что говорил-то? Весна холодная. Холодная. Он же сам написал. Весна холодная. Ну, так что ты натворил-то? Если бы она была коричневого цвета, тёмного, не было бы этой раны. Она бы нагрелась, и всё. Это такое впечатление, что уже дерево лопнуло, потому что уже деваться некуда было, чтобы внутри хоть немножко задышал или как. Хотя это, конечно, страшная рана, смертельная. Вот не о чём я хотел сказать. Учёба, пожалуйста. Вот это вот. Вот это вот. Мох. Он присущ деревян в возрасте немолодом. Вот. Это в лесу. Если бы это было бы... Это берёза. Если бы это было бы, например, явно не игруша, тут же бы эти самые специалисты сказали, скрепки, скрепки, и срочно драть, драть, драть. Вы понимаете? А в лесу никто не дерёт. А в лесу, это северная сторона, помните, заблудились, смотрите, с какой стороны кора, там в севере, и тогда вы знаете, что идёте надо на юг, на запад, на восток, ставить в соответствующий позу. Ну, в данном случае, эта шуба, вы понимаете, она играет роль шубы. А в садах миллионы людей заставляют трать эту кора, это самый мох. Поняли, да? Вот этот момент, вот этот момент. А начал-то им из чего? Я специально говорю, ребята, ой, да вы всё ещё в начале вебинара. Я специально говорю, кора, морозобои, подопревание, древесина лопается, дерево погибает. Вы поняли, что я подбирал для чего? Вот это, вот это. И черта не погибать не будет, только оставьте дерево покоя. А вот это у меня. Смотрите. Кстати, это сварок. Вот. Листья, смотрите, сколько. А почему здесь мох? А мох садится так же, как и грибы, так же, как и лихайники, так же. Мох, они садятся только на мёртвую. Он живёт на мертвечении. Это грунт, там же, где вот в этом месте была рана. Я не помню, почему это рана. Дерево-то привито. Вот, кстати, обратите внимание, я люблю вот это. Хорошо бы студенты были на экзамене. А покажите место прививки. Нет, не так. Почему промолчали? Двойка. А что должен студент говорить, глядя на такую фотографию? А что листья не убирали, убирать нельзя. Вот. А поэтому определить сорт. Должен знать. Предположительно, хотя бы сварок. И это должен уже знать. А вот это место прививки. Обратите внимание. Прививка низкая. А почему здесь эта дырочка? Да потому, что когда прививаешь вверх-низь, обязательно получаются такие рамки. Ну, никуда от них не деться. Ну, сильно не повлияло, но повод поговорить есть. Просто повод поговорить. Не надо делать раны. Это рано естественное? Нет. Какая естественная? Если я привал, я это, это искусственное образование, подвой-провой. Это, я считаю, это не любовь. Я специально говорю, любовь. Это когда песняки-тычинка. А когда вот так вот сращивает, это насилие. Это насилие, это издевательство. Вот. И вот получается плоды насилия, неполное сращивание и получился этот раны. Вот это должен студент сказать, и вы должны знать, что не дай бог, если бы это была ветка здесь, ни в коем случае отрезать это. Идем дальше. Следующий момент. Многое зависит от этого. Посмотрите. Скажите, вам хоть раз в жизни многие из вас имеют сады. Многие из вас имеют соседей. Многие из вас просто едут, вот как я еду. А в заборах липки, где-то забор упал, где-то там полтора метра, где-то он вот так вот насквозь видел. Вы где-нибудь когда-нибудь видели, чтобы за осень столько листвы упало. Хоть где-нибудь у кого-нибудь. Вы видели такое? И чуть не сказал, и не увидите. Долго не увидите. Да, деревья искалечены. Вот они, как сказать, зияют раны. Вот они. Правда, зияют не раны на кольцо, а более божественные раны, как вынужденные раны, которые оставляют эти самые, при пеньке остаются. Но, представляете, как облищены, облищены, это вот уже упали листья, как облищены деревья, если при такой жиденькой посадке, вы видите такой слой листья, вы еще раз говорю, нигде ни у кого не увидите. Для этого надо полностью переходить на железную технологию. И у вас, да, искалечены показывают, но это не главное, что искалечены. Это вынужденное искалечены. Но самые деревья, искалеченные по всем правилам, я еще раз, прививка, слово, нет, слово обрезка, я меняю на слово калечение. И тогда я вынужден говорить так, калечение по железу, по всем правилам, дает минимальный вред. Вот он. Иначе бы вы не видели вот этот вот слой листьев. Любуйтесь. Ну, часто и часто. Вот этот момент. А потом, не дай бог, если все это убрать. А весной, я же вам показывал другие фотографии, чисто, кое-где небольшие кучки остались. Чисто. Вот это есть настоящее плодородие. И вот благодаря этому плодородию сад не удобряется десятки лет. Ведь это же не молодые деревья. Ну, потом отдельно будем говорить опять про посадку. Так, чтобы вот этого не было нигде и никогда. Чтобы не стояли они в воде. Причем, это даже касается не только абрикосов и груш слабеньких. Это касается любого дерева. Любого. Вот. Дальше. никаких ремонтных работ с деревом. Да, это мое абрикос. Да, разорвало. Да, это самое. Но дерево обладает способностью восстанавливаться. Если вы не лезете сюда с тупыми этими ножницами, с тупыми секаторами, с этими смазами, стоит это все замазать и все подняем к дерью. Самовосстановление это основа нового садоводства. Самовосстановление. Так, вот это я все еще видимо с письмом не расстался. Многое зависит от сорта. У всех разная кора. Помните, там я шла о корах. Это я понавставлял. Почему? Потому что помните, там до метра все от этого зависит. Я был вынужден подбирать подбирать. У них сотни. Мне уже пора еще несколько книг издавать. Но они никому не нужны. И вот получается, что все в тему. Помните, от корней до метра. Вот это все та же тема. И дальше это все еще его письмо не закончилось. Давайте уже домучим. Господи, как мало мы успели сегодня. Вот. Итак, к примеру, это он пишет. Натерни, абрикос живучее, чем на сельцах абрикоса. У нас так. Неправда. Вот. Живучее с его точки зрения получается под фимо, потому что абрикос, как подвой, просто сгнивает в его краях. Так? Тогда получается лучше на терне. Но терн должен бы иметь с абрикосом биологическую совместимость. То есть терн подвой не сгнил, а абрикос на нем взял, да и помер. Ну, примерно так же. А, ладно, не будем возвращаться. Понимаете, о чем речь идет? Получается опять, пример, терн держит влагу, хорошо бы, а абрикос на нем может все равно умереть. Я бы терн не сгнил, а зачем нам терн? И выяснили, возможно. Видите, как все не надо. Вот почему никогда и нигде не должно быть никаких ЕГЭ. Дурь собачья, просто людям надо было деньги зашибить, они вот эту вот дурь сочиняли. мы чуть не чокнули, саду савинись, пока разгадывали, причем мы потом решили, что пятерку стопроцентности получается. Из трех ответов два правильных, как будто издевательства, должен быть один правильный. Значит, вероятность, что на этот вопрос мы ответили правильно, 50%. Еще потом нашли такой пример и еще. И уже потеря вероятность, мы уже пятерку не получим. Угадывать надо? А на хрена нужен ЕГЭ, где вопросы надо угадывать, угадывать. Надо четко знать. Недостаток воды не вырастешь, лишняя вода сгниет, но тогда ЕГЭ-то не получается. И так правильно, и так правильно, и недостаток и избыток правильно. Отчего погибло дерево? Получается, это дальше он пишет. Итак, отозначь, ответа нет. Терн не сгнил, зато обрехоз на нем может не прижиться. То, что говорит, что на терне обрехоз живучее, говорить нельзя. Получается, надо иметь два дерева одного сорта, один привитый высоко на суперскелете, чтобы не погибал от проблемы со штампом. У меня еще мужик, другой привитый внизу, как сладец, чтобы не погибал от мороза, и был прятан в снегу. Как вы считаете, хороший такой способ? Я же другие решения. Ну, что я скажу? Как вариант, прекрасен. Просто я читал ваше письмо, наслаждался, я сказал себе, испорчу временар, если не испорчу, я перекорежу. Но я все равно ваше письмо до конца процитирую. Дальше вы пишите, у нас длинность хорошая, под землей щебень, вода никогда не стоит. Но штамбы повреждаются, и взрослые деревья часто гибают массово из-за этого. Вода не стоит, под землей щебень, длинность хорошая, тогда из-за этого. Давайте дальше. Вопрос открытый. К примеру, вишни растущие из порослей стволы никогда не гибнут, из порослей, заметьте, подчеркну, поросль это часть дерева, это ее ноги. А сортовые посажены на то же место вишни и начинают болеть комедию. То есть самостоятельные. А сортовые где у нас можно найти? Правильно, только в интернет-магазине, только в питомнике хорошей, синей, фальшивой, только это самое, развалы на рынках или вдоль дорог. И почему им не болеть комедию? И со временем погибают. Правильно. Это две большие разницы. Поросль это местная, ее никогда не погибнет. Вы сами пишите, никогда не погибнет. А сортовые это иммигранты. Нехреб им там делать, если не проводить специальную работу по их приживанию. А у нас я пытал ученых бесполезно, они не занимались этими ящиками. Я это смотрю, елки-палки. Вот, у одних прекрасные там, только чтобы большей части не достать там, все птицам. У другого, у третьего, у десятого, штамповая вишня, откуда? И однажды у моего покойного соседа, говорят там 10-15 растет, то есть помни, считал, вдоль моего забора и наклонились ко мне через забор. Садил не я, где он брал, не знаю. И вот однажды мелкие, кислые, но урожаи невероятные, и вся деревня приходит со стременками и собирает, и собирает, всем хватает. Еще остаются. Урожаи страшные, вот такие бы по всей стране. это и были те самые вишни, и вот когда на одной из них друг однажды я увидел глаза тер-тер-тер, вот такие вишни, один год, на другой год опять стали вот такие. А я понял, это эмигранты из Европы, это Слыпинские переселенцы, больше никому. Еще раз говорю, этим не занимались, занимались только перекупщики. они назвали эти кислые вишни черешни, вот, и сбывали их, а разно 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 саде, ну, понятно, попробуй остановить, как лезут и лезут из-под земли. Только успевают выкапывать, рассаживать, так когда-то они заполонили Европу, так когда-то это самое, появился этот самый, вишневый сад появилась такая пьеса, ну, Чехова, вот, это там описывалось, огромное, урожай огромное, все это было, сейчас все это загибается, но причину я уже называл, та же дебильная, смертельная, звериная технология, вот, а здесь все понятно, отвечаю на ваш вопрос, эмигранты болеют комедией, только вы не правы, такого термина нет, он есть, но ее нельзя, это ошибка из ошибок, которая привела к огромнейшим потерям, в том числе и эти же вишни, потому что, когда на вишне появляются комеди, люди начинают калечить их, это и есть звериная технология, один из причин, почему еще нет, вот, ну, что делать, пропустить маленько, раскроете, пожалуйста, в одном видео, почти все раскрыл, назовите проблемы гибели штаба, пути решения, да неубиваемый сад, да вот он, неубиваемый сад, делись, не трусьте, и вы будете убиваемый, зритель седнего положения, и вы будете убиватьATE на